здравствуйте друзья у нас сегодня в гостях совсем даже не гость вот а преподаватель нашей школы далеком прошлом выпускник нашей школы марина лейтман и марина ведет у нас курс в частности ведет курс в онлайновом классе идет проект там по мобильному тестированию и сам предмет мобильный тестирование но последнее время значит марина пробовала как-то вот концептуальный решить вопрос как обучать автоматизации в онлайновом классе удаленно то есть в классе обычно мы все понимаем а вот марина это дело в удаленном я так с интересом наблюдал и мариш вот вопрос такой значит получается вот вот что получается но мне кажется что все праздник в общем то получается очень хорошо конечно первые классы были первые руки были пробные да но со временем это все очень хорошо наладился я смотрю что люди понимают и что самое интересное находит работу довольно быстро да это правда причем это как больше по стране я субъективно вот так чувствую что у нас тут в кремниево долине требования ожидания повыше а вот допустим в целом по стране я вижу много людей которых берут на автоматизацию просто по факту того что они хотят рвутся в бой кое-что уже знают и ну знаете я смотрю даже здесь в калифорнии нас при наших высоких запросов все равно довольно большое количество студентов находят работу в автоматизации это правда значит такой вопрос у нас было такой у нас был пробный такой пять занятий да по часу сколько это будет теперь занятий мы открываем новый класс вот это будет новый класс по автоматическому тестированию селениум веб-драйвер да да то есть мы открываем новый класс вместо пяти занятий будет 10 то что я сделала я забрала фидбек с огромного количества студентов что им нравилось что мне нравилось в классе какую информацию бы они хотели получить и в общем-то бейс на том что они мне написали я составила калифорум для нового курса в котором в принципе тот же материал который в пяти классах но гораздо более экспендент и расширена гораздо более расширенный хорошо урок по-английски идет я чувствую что урок идет по-английски но в принципе можно сделать и русский класс если нужно в этом нет никакой проблемы ну да если мы насобираем теперь что я еще значит я хочу сказать как администрация да со стороны администрации я хочу сказать что класс у нас будет стоить для тех ребят которые у нас учились не важно учились на кэмпусе или учились в онлайне значит этот класс будет стоить 350 долларов для тех кто нас никогда не учился он будет стоить 500 и можете посмотреть на самом деле на моем веб-сайте practicalsqa.net practicalsqa.net да на этом веб-сайте есть принципе я написала приблизительно что будет какой материал будет вставлен в программу и также можно почитать фидбики студентки я только вчера это на самом деле сделала но уже студенты начали оставлять фидбики на сайте что им нравилось что не нравилось то сможете почитать в принципе и так составить глобальную идею что происходит я хочу сказать вот что для того чтобы попасть на этот курс значит надо ко мне обратиться в скайпе потому что у нас все онлайновые программы идут через скайп поэтому надо в скайпе мне написать на м портнов одним словом я я напишу в описании к видео и ссылку дам на сайт марины где она какие-то фрагменты там вывешивает этого курса и есть пара вопросов значит которые я хотел задать то есть вот человек пришел в этот класс у него 10 занятий ну хорошо он сколько должен еще заниматься помимо там того ну конечно люди должны заниматься еще очень зависит от бэграунда то есть если человек из мой класс рассчитан на людей которых нету никакого абсолютно выявления которые с нуля начинает учить конечно нужно делать домашнее без этого никак сколько часов нужно но я верю реалистично что если человек в час в день может потратить на то что мы проходим в классе чтобы открепить знание самому как-то попробовать писать этот город то в принципе в конце месяца он будет абсолютно пригоден для хорошо сколько мы в неделю занятий уроки по часу сколько я я думаю что лучше всего было бы сделать два раза в неделю потому что если делать раз в неделю народ забывает немножко и плюс расслабляется по и как-то так ну просто медленнее идет усвоение материала то есть этот курс я бы не стал тогда совмещать с тем что мы делаем в нашем онлайновом классе потому что в онлайновом классе у нас и так три урока в неделю если будет еще два то это будет просто сложно тогда может быть или я неправильно говорю ну я нет я думаю что можно нет я думаю что не надо совмещать думаю я должен просто отдельный класс два раза в неделю можно каждый раз неделю мне кажется что два раза будет гораздо более интенс и люди люди просто они будут фокусироваться на этом материале а этот материал действительно требует как бы концентрации вот из опыта марина вот мы на самом деле когда ведем эти уроки у нас каждый урок записан правильно и мы потом вывешиваем его чтобы люди могли там по много раз повторить если нужно послушать и так далее они реально это делают или она так висит и висит нет я так понимаю что мои студенты слушают это постоянно они задают вопросы я всегда отвечаю на все имейлы я всегда был онлайн я сейчас открыла на самом деле еще и facebook page чтобы можно было чтобы люди видели кто что пишет мне так легче потому что если человек задает вопрос и у второго есть такой же вопрос мне не приходится тогда по пять раз отвечать на один вопрос мне кажется что это очень помогает кроме того что я еще у меня не только видео есть у меня есть еще и в общем-то блоги то есть я пишу а очень подробно пытаюсь описать весь материал чтобы народ мог не только прослушать но и прочитать мой мой опыт такой что один тот же вопрос будет задаваться бесконечно много раз но хотя бы какая-то часть людей могут может почитать не каждый еще вопрос значит очень много есть знаешь особенно я потому что я как человек который всем говорит каждый может значит ну имею ввиду каждый из тех кто в состоянии но во всяком случае меня как-то критикует вот за это и говорят что вот или что каждый может на самом деле не каждый может с точки зрения автоматизации вот какие ограничения есть вот кому лучше в это дело не лезть скажем так мне кажется что в принципе несмотря то что опять-таки изначально мне казалось что не все могут сейчас я смотрю ну очень много могут народу плюс просто могут на разном уровне понимаете то есть например есть автоматизация это довольно большой довольно большой филд очень широкий и люди нужны на на разных уровнях то есть на изначальном уровне мне кажется могут все вопрос как ты будешь прогрессировать дальше то есть если человек хочет и способен и может то он будет учить учить дальше и там уже неограниченные возможности но многие люди останавливаются на первичных шагах в принципе спрос на таких людей тоже огромен а вот такой вопрос все-таки надо какое-то программирование знать вот какой-то язык скажи насколько хорошо надо знать я понимаю что есть программ есть автоматизация которая там с джава идет в том же селениуме да есть там с пайтоном пичпи там я не знаю чем еще но вот насколько хорошо надо знать джаву там или пайтон чтобы делать опять-таки очень зависит от уровня я в общем-то не большой фан джава мне кажется что джава довольно серьезный язык он очень тяжелый его тяжело выучить люди учат его годами чтобы хорошо на нем программировать в этом нет необходимости если вы хорошо знаете селениум селеньями надо хорошо знать селениум тогда неважно какой язык программирования вы знаете может в принципе можете использовать любой то есть любой скриптинг любой скриптинг лэнвич он подходит для того чтобы опять-таки поскольку селению огромные библиотеки которые собор библиотеки просто нужно знать как их использовать как их вызывать нужно абсолютно минимальное знание программирования но вот я например в классе в этом я пытаюсь дать наиболее популярные команды которые используются в селении мы которые в принципе позволяет вас вам покрыть 95 процентов наверное любой веб-сайт которые которые люди будут автоматизировать хорошо вот эти записи которые мы делаем вот в этом курсе они как как-то будут лежать там вечно или они будут я не знаю сегодня мы как бы ничего не не списываем вот что лежало то лежит и как бы доступ такой у них есть как как это будет происходить вот доступ но мне кажется что доступ к видео останется пожалуйста смотрите видео с которым были записаны вашем классе но это будет как-то с пасвордом для класса будет пасворд и человек с этим пасвордом может зайти просмотреть видео столько раз сколько ему хочется мы хотим сделать может быть на ютюбе у нас есть же канал у нас и на английском языке есть канал мы хотим сделать несколько может быть урок может быть пару уроков повесить чтобы понять представление имел какое-то да можем пожалуйста из того что уже было или мы запишем заново и повесим когда можно можно как угодно можно у меня есть видео с первых уроков но я хочу немножко по-другому давать материал на самом деле потому что в предыдущих уроках я в общем-то старалась бежать побыстрее чтобы как можно больше запихать этот один час а сейчас когда у меня будет 10 часов мне кажется что будет поспокойнее можно будет побольше материала дать людям хорошо вот я вот такой вопрос задам с точки зрения видения кто получится от этого класса какую-то пользу больше пользы вот значит твоей точки зрения это люди которые учатся чтобы только начать и вот им а там и шин поможет найти первую работу или это люди которые там получают свои 60 70 и сейчас думают про 80 90 100 и как бы они они больше от этого получат когда ты учишь класс ты кого имеешь ввиду в общем то мне кажется что те другие могут benefit from the class очень очень сильно потому что а те кто работает но никогда очень много я 15 лет работы в принципе на в кей филде да и 10 последних лет я работаю директором я нанимаю очень много людей я вижу что очень многие люди застревают как black box тестера не потому что они не могут а просто потому что в дальней компании в которую они попали нету этого то месяц и а у них нету достаточно навыка чтобы ее начать вот этот класс дает даст им возможность и научит как создать первый фреймворк и как с нуля начать там где они сейчас работают инструмент бесплатный они могут сами все проинсталировать сами все сделать записать первое автомешин на том месте где они работают и продемонстрирую что они сделали вполне может быть что я думаю что большинство из нас кто когда-то работал на автоматизации начинали именно так то есть они делали какую-то ручное тестирование и там на месте начинали делать немножко автоматическое глядя на что им начальнику за счет и вот это вот отдай васи а сам давай вот сосредоточься вот здесь ну да так оно было в общем я то так начинала я тоже я тоже так ну что же хорошо давай тогда мы может быть сегодня вот этим ограничимся так и по мере того как будет какое-то движение мы тогда будем может быть рассказывать потому что интересно как это все пойдет какого размера группу мы хотим вот например первую группу я поймешь и чем больше народа тем сложнее учить но вот первую группу я вот не вижу больших сложностей особенно когда в классе в школе дать тяжело когда большие группы но когда группу онлайн ну вот сейчас у меня группа которая видна там 70 человек каждом классе потому побольше да и побольше бывает но я в принципе не вижу проблем потому что я я стараюсь отвечать на вопросы всех и если у людей остались вопросы то они просто присылают имейлы я довольно быстро отвечаю на них так что мы там там бесплатно даем 5 занятий просто как бы такой бонус а здесь когда человек деньги заплатил у него ожидания могут отличаться но вы знаете я я пыталась вести себя так как будто они заплатили это правда я не оставляла нет никогда не оставляем без ответа и пытаясь ответить в течение нескольких часов но все таки я бы наверное со своей стороны предупредил немножко в том в том плане что все таки это жесткая система то есть предполагается как занимается если он сачкует валяет дурака и так далее он не может ожидать что как-то система под него подстроиться да это правда нужно действительно делать домашнее то есть если например в классе где мобильное тестирование и black box testing там в принципе если не сделать домашнее задание ты все равно можешь продолжать учиться дальше потому что очень много рассчитано в принципе на просто на common sense если вы слушаете урок то вы понимаете в чем дело не сделали домашку но сделали в следующий раз в этом классе поскольку дается реальное техническое технические знания нужно практиковаться даже если вы поняли что произошло в классе но вы ничего не сделали на следующий класс вы приходите вы немножечко отстали и уже новый материал тяжелее усваивать а много материал будет поступать каждом классе я могу сказать по нашим вот на кэмпусе занятием мы поскольку разрешаем ребятам повторять классы какие-то то иной раз вот там automation какой-то там вечерами и там из благих намерений люди приходят и на ростовых даже приходится разгонять немножко этого толпище и смотришь там пришло до 50 человек так потому что им хочется а потом на втором уроке их уже там 45 а после третьего и 25 нету потому что они не занимаются и они прошли два-три урок и потерялся потерялся полностью ну что же я думаю что мы так вот все существенное сказали и в общем пожелаем как бы успехов марине и новому классу и и нам как школе потому что я думаю что мы как школа для себя новый какой-то рубеж штурмуем потому что сама принципиальная возможность прилично обучать автоматизации в онлайне она как-то у меня всегда вызывало такое чувство сомнения внутри я как-то не чувствовал что я мог такую ответственность на себя взять но поскольку вот марина уже несколько раз это проделала на довольно больших группах людей то мы подумали что давайте сделаем такой класс большой все марина мы делаем вот так ручкой всем привет всем привет всем до свидания надеюсь увидеть вас класса